итак 2020 год разговоры на стуле сегодня мы разберемся нужно ли техническое обслуживание и кто его должен делать ну что поехали ответим на несколько вопросов нужно ли техническое обслуживание нужно ли оно именно вам кто его должен делать и стоит ли заключать договор с сервисными организациями итак первый вопрос нужно ли техническое обслуживание техническое обслуживание выполняется для поддержания работоспособности вашего газового оборудования после ввода в эксплуатацию процессе то можно выявить дефекты вашего оборудования износ каких-либо деталей и предотвратить выход из строя этих деталей в дальнейшем первым делом процессе обслуживания делается зрительный осмотр при котором выявляются как раз дефекты оборудования и возможно какие-то неисправности после осмотра делаются регламентные работы которые вы кстати можете увидеть в одном из предыдущих роликов в комментариях под ним один из зрителей написал зачем мне вызывать сервисного инженера если посмотрев такой ролик я могу сделать все сам что и кстати привело к тому что я снимаю сейчас этот ролик мы попытаемся все разъяснить итак возвращаемся к нашему вопросу значит провели на внешний осмотр регламентные работы для чего мы это все сделали для того чтобы обеспечить бесперебойную работу вашего оборудования на протяжении всего отопительного сезона ну и здесь мы отвечаем на вопрос нужно ли техническое обслуживание точнее не мы отвечаем а вы сами себе ответьте хотите ли вы чтобы ваше оборудование работала на протяжении всего отопительного сезона бесперебойно без поломок я думаю что вы ответите да конечно ну и тем самым вы отвечаете и на вопрос нужно ли техническое обслуживание да конечно давайте теперь ответим на второй вопрос нужно ли техническое обслуживание именно вам я имею ввиду именно вашему оборудованию сейчас мы проведем небольшой интерактив я задам несколько вопросов а вы ответьте на них про себя скажем так срок эксплуатации вашего оборудования чуть больше года но она все еще на гарантии и поэтому по вашему мнению она не нуждается в техническом обслуживании до срок эксплуатации вашего оборудования больше года с момента последнего технического обслуживания у вас есть подозрения что ваше газовое оборудование стало потреблять газа больше чем раньше может быть вас что-то не устраивает в работе вашего оборудования какие-то подозрительные шумы скрипы повизгивания ну и тому подобное розжиг вашего оборудования происходит не с первой попытки а с нескольких с одной из двух может быть даже более давление в вашей системе колеблется ну или может быть падает периодически и после этого вам приходится его подпитывать у вас есть хороший знакомый друг может быть брат ну я бы сказал родственник который хорошо разбирается в котлах и поэтому то вам не нужно если вы хотя бы на один из этих вопросов ответили да то обязательно обратитесь в сервисную службу и проведите техническое обслуживание вашему оборудованию и на вопрос нужно ли вам техническое обслуживание я отвечу определенно да а теперь давайте вернемся к тем самым вопросам которые я вам только что задавал и разберем каждый по отдельности первый вопрос связан с тем что вы думаете что ваше оборудование находится на гарантии до его срок чуть больше года но гарантийный срок оборудования прописаны в гарантийном талоне указан 24 месяца и поэтому вы думаете что если вдруг произойдет какая-то поломка вы обратитесь в сервисную службу и вам все отремонтируют по гарантии здесь вы очень сильно ошибаетесь потому что во всех гарантийных талонах прописано что гарантия действует только после проведения технического обслуживания не позднее 13 месяца эксплуатации почему указано 13 потому что производитель в большинстве случаев закрывает глаза на скажем так плюс-минус месяц здесь ничего страшно и если все таки у вас срок эксплуатации более 12 месяцев я вам рекомендую обратиться в сервисную службу чтобы вам провели техническое обслуживание и поставили соответствующую отметку в гарантийном талоне или паспорте котла без данной отметки гарантия не будет действовать в дальнейшем ну и соответственно то не будет являться проведенным по факту ну и сразу бы хотелось бы пояснить что техническое обслуживание не входит гарантию и оплачивается потребителям отдельно цена от него зависит от региона и вальируется по-разному откуда берется сама цена даже мне не понятно ну я бы сказал наверное смотрят на других коллег и устанавливают соответствующую цену как-то так второй вопрос ваше оборудование находится более года в эксплуатации с момента последнего технического обслуживания ну здесь мы можем взять выдержки из ответа на первую вопрос даже завод изготовителя рекомендует проводить техническое обслуживание не реже 13 месяцев ну еще раз повторюсь 13 потому что завод изготовитель закрывает глаза плюс-минус месяц и так далее ну как здесь спорить также вы поймите что техническое обслуживание нужно делать перед сезоном чтобы заходить уже в отопительный сезон с исправным работоспособным оборудованием чтобы она вас не подвело в процессе эксплуатации еще хотелось бы сказать что некоторые работы такие как примеру подкачка расширительного бака обследование всего оборудования на герметичность отсутствие течи настройка газового клапана должны производиться не реже одного раза в год это сто процентов для чего это делается чтобы оборудование да что там оборудование чтобы вы были спокойны в процессе эксплуатации на протяжении отопительного сезона переходим к следующему вопросу вопрос о расходе газа давайте здесь рассуждать логически возьмем к примеру что у вас забился теплообменник я имею ввиду не забился теплообменник кальцерн а просто ламели поверхности теплообменника забились пылью соответственно этой же пылью забились горелки что уже приводит к неправильному горению возможно к неполному сгоранию газа впоследствии уменьшается кпд вашего оборудования ну и понятное дело что скажем так на нагрев определенного количества жидкости вашего теплоносителя уходит большее количество газа вот отсюда и берется рост скажем так показателей на вашем счетчике также к росту этих показателей может приводить и неправильная настройка газового клапана соответственно я думаю здесь понятно техническое обслуживание нужно делать и в этом случае следующий вопрос подозрительные шумы громкий розжиг мы начнем с громкого розжига возвращаемся к забитым ламелем теплообменника горелки забиты что приводит как раз некорректному розжигу возможно не вся горелка зажигается сразу же что приводит к хлопкам ну как бы здесь все понятно нужно чистить подозрительные шумы подозрительные шумы у нас могут браться к примеру та же грязь в вентиляторе это приведет его неправильной работе разбалансировки что еще грязь в фильтре в насосе ну соответственно в насосе тут понятно также может привести к биению подшипников грязь фильтре это плохая циркуляция соответственно какой-то посторонний шум будет у вас из теплообменника а это уже процесс кипения соответственно эксплуатация оборудования с грязью как вентиляторе так и на поверхности теплообменника образование накипи в теплообменнике грязь в насосе фильтре все это может привести к более серьезным неисправностям ну и здесь я думаю вам все понятно нужно проводить техническое обслуживание что дальше повторный розжиг здесь опять же возвращаемся забитым ламелем теплообменника горелкам грязь на свече контроля пламени ионизации что здесь неправильно настроенный газовый клапан все это может приводить повторному розжигу что здесь имеется ввиду сам процесс контроля пламени осуществляется я бы сказал за счет электроники котла и если свеча контроля пламени в нагаре грязи то здесь уже ну скажем так сложнее электроники определиться с тем горит ли пламя в котле или нет и поэтому происходят периодические сбои помимо того что будут повторные розжиги это может привести к неисправности электронной платы а также если не очищена поверхность горелок и теплообменника все это возвращаемся к тому что регламентные работы при техническом обслуживании это приведет к повреждению теплообменника были такие случаи что деформировалась форма самого теплообменника сгорали ламели и все это приводит в конце концов к забиванию теплообменника кальцием ну а если у вас он забит кальцием и ламели повреждены я думаю что смысла промывать его уже нет и соответственно это приводит к замене теплообменника кстати не очень дешевая запчасть в котлах а о чем же нам говорят колебания давления в системе отопления колебания давления говорят о том что некорректно накачан воздух в расширительный бак ну или он вообще отсутствует здесь имейте ввиду если воздух мало накачан или нет или наоборот перекачан будут колебания давления количество воздуха должно быть определенно если вам приходится периодически подпитывать давление в систему отопления это может говорить о том что у вас присутствует течи в котле ну или на самой системе отопления как раз в процессе технического обслуживания как я уже говорил мы делаем сначала зрительный осмотр в котором мы убеждаемся что отсутствует течь если в котле течи нет а подпитывать все еще приходится я думаю что нужно обследовать систему отопления также вы можете с сервисным инженером договориться посмотреть по крайней мере открытые участки системы отопления на предмет течи ну и самый последний вопрос связанный с другом братом сватом который разбирается в котлах здесь я ничего не могу сказать это ваше газовое оборудование это ваш котел ваш дом здесь вы делаете выбор сами если вы считаете что этот человек квалифицированный специалист то никто вас не может заставить обращаться в сервисные службы вы поймите даже не знаю что здесь привести но наверное скупой платят дважды хотя понимаете запугивать здесь жизнями людей взрывы и так далее но это не серьезно как бы мы все здесь взрослые люди я думаю у каждого есть так сказать серое вещество в голове думай тут я как бы бессилен умываю руки я думаю понятно разъяснил возможные причины при которых нужно проводить техническое обслуживание скорее всего это не все причины я думаю специалисты которые меня смотрят добавят в комментарии еще какие-то причины для проведения точнее предпосылки для проведения технического обслуживания хотя опять же я считаю так что не нужно дожидаться какой-то причины какой-то неисправности просто периодически проводить данные работы как я обычно говорю почему-то своем автомобиле вы меняете масло на определенном пробеге здесь это тоже механизм тоже оборудование требующие присмотра вот так вот а теперь давайте разберемся кто должен проводить техническое обслуживание по моему мнению это не должен быть тот самый брат слад сосед друг и так далее почему потому что его квалификация никак не подтверждена до чаще всего бывает так что а ко мне там вчера приходил сервисник он все сделал я все запомнил что он делал давай тебе сделаем бесплатно как говорится я тысячу раз так делал не очку а еще тот самый комментатор под моим видео который а я посмотрел все я теперь все буду делать сам нет обслуживание должны проводить обученные специалисты из сервисной службы или газораспределительной организации город и вот началось в комментариях а чё ты говоришь какие нахрен представители игры они ни хрена не умеют ничего не хотят и так далее не ребят тут давайте вот так в большинстве случаев до специалисты не обучены ну и получается да не умеют но самый главный отказ связан скорее всего с тем что специалисты гро не могут обеспечить вам бесперебойную работу вашего оборудования в определенном сроке на которой заключается договор ввиду отсутствия база запасных частей ну и это сейчас не так потому что на основе газораспределительных организаций сейчас появляются свои сервисные службы там обученные специалисты и соответственно присутствуют склады запасных частей поэтому я думаю уточнив данный вопрос можно и обратиться к специалистам гро и кстати здесь обратная сторона медали не во всех сервисных службах специалисты обучены на определенный вид оборудования и соответственно отсутствует склад запасных частей по данному виду оборудования здесь нужно все уточнять также нужно уточнить график работы сервисной службы для чего это нужно узнаете есть ли дежурные в праздничные выходные дни как это выразиться правильно ваше оборудование не знает праздников и выходных работает постоянно и сломаться может соответственно в любой момент в ночное время здесь не обязательно уточнять потому что даже в самый сильный мороз при выполнении неких рекомендаций ваше оборудование ну и соответственно система отопления не разморозится и даже если котел остановится в 11-12 ну скажем ночи спокойно вы можете дотерпеть до 8 утра позвонить диспетчеру сервисной службы и вызвать специалиста объяснить свою ситуацию может быть он отнесется к вам с пониманием и направить незамедлительно специалиста к вам для решения вашей проблемы ну и здесь мы определяемся что работы должны выполнять специалисты или газораспределительной организации или сервисных служб также у них должны быть дежурные на время выходных праздников также склад запасных частей ну и соответственно если чего-либо из вышеперечисленного нету то я не рекомендую обращаться в такую службу чему это может привести ну соответственно неисправность вашего оборудования не устраненная вовремя может привести к замене оборудования и не дай бог к замене системе отопления ну и как бы холод еще никто не отменял это может навредить и вашему здоровью вот так так теперь давайте разберемся нужно ли заключать договор с сервисной организацией как же здесь ответить да конечно для чего это нужно ну давайте представим вы не заключили договор приехали специалисты все вам сделали произошла поломка оборудования вы звоните диспетчеру и вам говорят извините мы приедем к вам через неделю ну в принципе работы были выполнены выполнены вас не бросают приедут через неделю но в этой ситуации в принципе все это может привести к замене оборудования плохо и так для чего же заключается договор для того чтобы во первых к вам приехали в соответствии с оговоренным в договоре сроком на выполнение работы в течение суток двух здесь не очень страшно даже если двух что еще также в договоре обговариваются выполняемые работы как и техническое обслуживание так и дальнейшие ремонты да существуют разные варианты договоров поэтому я сейчас рассказываю не прям какой-то идеал так значит определились по договору быстрое реагирование представителей сервисной службы что еще при наличии договора вы можете потребовать с подрядчика выполнения каких-либо обязательств ну и соответственно вы тоже должны выполнять свои обязательства какие это могут быть обязательства это рекомендации сервисной службы по поводу установки к примеру стабилизатора напряжения заземления системы фильтрации в большинстве случаев эти требования это требования гарантии завода изготовителя ну может быть за каким-то небольшим изменением от сервисной службы ну к примеру фильтрация не такая а вот такая по-разному бывает что здесь еще может быть соответственно в договоре оговаривается цена за техническое обслуживание и остальные работы еще раз говорю в каждом регионе все по-разному ну и договоры опять же возвращаюсь бывают разные какое-то просто на проведение технического обслуживания какое-то на проведение ТО и поддержание работоспособности оборудования в определенный срок какой-то на какой-то большой срок я видел договора на несколько лет здесь уже все зависит от сервисной службы может и от вас как от потребителей потому что может что-то вы предложите организации грубо говоря я не хочу заключать с вами на год мы давно с вами работаем давайте заключим на 5 лет ну здесь уже все зависит я думаю от желания и потребителя и сервисной организации ну и опять же возвращаемся к тому что не забывайте перед тем как заключать договор с сервисной организацией или в ГРО уточнить график работы обучены ли специалисты по данному оборудованию присутствуют ли запасные части может быть есть какие-то быстрые способы доставки запасных частей и в таком случае конечно склада не требуется но я думаю что определенный какой-то минимум как даже сейчас требуют завода-изготовители от сервисных служб чтобы у них на хранении был определенный минимум запасных частей ну здесь наверное все завершение хотелось бы сказать посмотрите все таки ролик о техническом обслуживании ссылка на него будет в описании там вы увидите некий регламент работ в принципе для разного оборудования он разный и поймите что ТО это не открыть котел и пропылесосить еще в процессе этих работ потребителю задаются вопросы есть какие-то жалобы здесь вы можете сказать на что вы жалуетесь что вы заметили что не так стало в оборудовании в процессе эксплуатации соответственно и вы можете задавать вопросы сервисному инженеру что вы делаете для чего вы делаете зачем это нужно моему котлу может это не надо делать еще хотелось бы сказать о ну так скажем обманах какие могут быть ну я уже сказал открыл пропылесосил взял деньги все ТО проведено еще что приведу случаи жизни провожу техническое обслуживание уже на завершающем этапе и потребитель мне говорит а почему вы не настраивали газовый клапан я говорю как не настраивал подключил манометр настроил все сделал не 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 это вы что-то говорит ерунду ко мне вот два года назад приходил человек он подключил компьютер к котлу все настроил как положено у меня прям все четко работало я говорю а куда подключался компьютер и это я сейчас говорю про просто традиционный настенный котел и он мне показывает вот вот сюда в плату вставлял и тут так а че так можно было что ли открываешь плату показываешь человеку а что там интерфейса даже нету куда подключаться не ну может быть как бы у людей есть какие-то свои ноу-хау ну вот так вот всякое бывает да конечно пыль это в глаза сильно бросает потом ходишь и думаешь блин что же я себе такой проводочек чудо с ноутбуком не сделал ладно это я конечно шучу не забываем о существовании сервисных сайтов у некоторых заводов-изготовителей есть сайты на которых помимо того что делается вам отметка в сервисной книжке в паспорте на техническое обслуживание в гарантийном талоне забивается отчет на таком сайте о выполненных работах с вашим оборудованием в большинстве случаев конечно да это закрытые сайты только для сервисных служб так сказать базы данных для сервисных служб и завода-изготовителя для ведения статистик но в некоторых случаях есть открытая часть сайта на которую потребитель может зайти ввести серийный номер и посмотреть какие работы проводились с их оборудованием очень много раз встречал такое что приходили специалисты били в грудь мы официальные представители все хорошо мы вам сделаем да делали вопросов нет но когда приезжаешь через несколько лет а они делали на протяжении какого-то определенного промежутка времени приезжаешь мне рассказывают что вот до тебя были сверхспециалисты то все говоришь ну хорошо делаешь обслуживание начинаешь делать отчет сразу обычно я по месту сразу делаю спрашивают а что вы делаете ну как бы отчет и так далее а как вот то а почему вот я не видел раньше берем вбиваем серийный номер а котлу по факту не проводилось ни одного технического обслуживания ни одного ремонта и так далее хотя они были и вот ну да понятное дело что в большинстве случаев эти сайты служат для завода-изготовителя статистика ну и почему ими не пользоваться это же статистика и для вас это я сейчас обращаюсь к сервисным инженерам ну и хотел бы поделиться собственным опытом у нас в организации происходит это так проводится техническое обслуживание делается соответствующая отметка и на протяжении года до следующего ТО потребитель к нам обращается все ремонты выполняются бесплатно кроме стоимости запасных частей это я говорю сейчас про хозду гарантийный период две вещи выполняются плат первое это промывка теплообменников так как мы не можем гарантировать качество воды соответственно мы не следим за системой фильтрации который за которой должен следить сам потребитель и второе это ремонт электронной платы в каком смысле да скажем так если произошла неисправность электронной платы меняется она бесплатно клиент оплачивает только саму электронную плату но в каких-то случаях человек хочет сэкономить мы даем ему контакты людей я называю их электронщики а правильно говорить электроники и он уже сам без испорченного телефона мы в этом не участвуем связывается с данным человеком и тот человек производит ему ремонт электронной платы здесь уже гарантию на свои работы дает электроник ну и как бы я бы хотел сказать что я не рекомендую такой метод решения вопроса но но в принципе почему бы и нет ну грубо говоря нет тех финансов приобрести электронную плату что поделаешь ну как то вот так работаем и кстати база клиентов очень большая и каюсь не всегда заключаем договора как то вот я не знаю ну просто может быть потому что с людьми работаем давно работаем на доверии ну в общем чего то вам наговорил осталось конечно это собрать в кучу ой пошел третий час записи как обычно про вот это не забывайте здесь мы во всем этом разговоре не коснулись российского законодательства мы просто обсудили нужно ли зачем и так далее если вы хотите поговорить именно по факту того что периодически газораспределительные организации требуют на законодательном уровне заключение договоров на техническое обслуживание ну и тому подобное можем разобрать эту тему как обычно в комментариях подумаем разберемся с вами вместе в этом вопросе ну и на этом как обычно все спасибо всем кто досмотрел до этого момента я понимаю что ролик получился нудноватый хотя может и нет а кстати хочется задать вопрос а кто-нибудь посчитал сколько раз я произнес данный ролик слова техническое обслуживание и ТО ну и на этом все спасибо до свидания спасибо 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 и